Всем привет! Трёхчасовой сольный концерт дал Димаш Кудоберген в московском Кремле. Очередь перед началом концерта просто впечатляла. Сотрудники дворца говорят, что не видели такого очень давно. Слушал уникальное пение артисты из Казахстана, весь зал, а Кремлёвский дворец умещает 6000 человек. Цена билетов была от 15 до 300 долларов. Действительно, это копейки, учитывая всю ту энергетику, которая была на концерте Димаш Кудобергена. Концерт назывался «Дэ династия», что переводится как «Дэ династия», помогал его организовывать достойный человек. Композитор Игорь Крутой, с которым вместе Димаш поет песню. Вернее, Димаш поет, а Игорь Крутой сидит в это время за роялем. Димаш Кудоберген вытягивает поистине уникальные ноты. Техникой Бельканты владеет в совершенстве. Кстати, вокальный диапазон казахстанца. Пять октав, четыре ноты, один полутон, а если по тембру, то это лирический тенор. Первый сольный концерт Димаш Кудобергена в Москве прошел на ура. Зрители, которые были на этом концерте, говорят, что даже когда вернулись домой, мурашки до сих пор по коже. Объединяла всех в зале, помимо вокала и дружеской энергетикой. Димаш общался и передавал всем позитив и море эмоций. Действительно, это просто невероятно. Вокал Димаша исцеляет. Я напомню, что в свое время к нему лично в гости приехала бабушка из Новой Зеландии, больная раком. И вот после встречи, когда вернулась в Новую Зеландию, заявила, что идет на поправку и чувствует себя намного лучше. Димаш Кудоберген пел то в белом национальном наряде Казахстана, то в черном. Также порадовал Димаш поклонников игрой на Домре. Зрители в восторге. Кроме того, я напомню, что завтра в Москве, там же, в Кремле, очередной второй концерт Димаша Кудобергена. Поэтому, извините, если кто-то не успел, если, быть может, где-то сможете найти билет, что вряд ли, можете сходить. Я уверен, что получат массу эмоций и позитива. Так же впереди у Димаша Кудобергена 29 июня концерт в Астане, то есть в городе Нур-Султан, если по-новому, скорее всего, да. Так вот, билеты на этот концерт уже есть в продаже. Будет он в большой, огромной арене, Астана-арена. Поэтому, действительно, будет интересно посмотреть, как Димаш будет работать с такой огромной публикой одновременно. Друзья, когда появится более качественная запись концерта, я обязательно сделаю еще реакцию, сделаю обзор на выступление Димаша в Кремле. Я также напомню, что на этом канале масса новостей из мира шоу-бизнеса, Евровидения о жизни Димаша Кудобергена. Поэтому, огромное спасибо, что со мной на этом канале. У вас, действительно, хороший вкус, счастья вам, успехов и только шикарного настроения. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!